Валерий Курас Снег Звучит песня 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 Звучит песню Звучит песню Звучит песня Звучит песня Это цена благодати Тот, кто хочет даром, но так не получится Дай пот, дай кровь, прими дух Святые отцы так жили Это понимая, понятие И поэтому, если хотите приобрести духовное приобретение Вам нужно согласиться, во-первых, на долготу А во-вторых, найти сноту Иначе, как Иосиф Иосифа, приходил к нему новый послушник Он на него смотрел, нет самоотвержения, нет желания подвига Нет желания терпения, уходи Ну почему уходи? Не потому, что я к тебе стал плохо относиться Просто ничего не получится, зачем мы будем воду в ступе молоть? Вот кровь, слезы, терпение, плач Это цена духа Елена, работаю в лавке в городском храме Что главное в моем послушании? Не обсчитать никого А то уйдете в молитву и обсчитаете, ладно, еще в убыток А если вы человека обсчитаете? Как? Вы сотрудник лавки храмовой И вы уже представитель церкви Уже на вас смотрят и дают оценку церкви И на вас уже большая ответственность Пришли в церковную лавку в городскую что-то купить А вы сегодня не в настроении И плохо обслужили, еще и неласково И не в сторону себя в первую очередь А в сторону церкви получили осуждение Чувствуете ответственность Вы пришли не колбасой торговать А вы пришли в иконную лавку городскую Вы уже представитель церкви По вам уже судят о церкви И от вас зависит, осудят сегодня церковь Или скажут что-то доброе Так же сейчас каждый из вас пойдет отсюда Вы идете с воскресной литургией И тоже вы или прославляете церковь своим поведением Или вы унижаете ее Это не только на священниках ответственность Это на всех Надежда Засыпаю в 11 часов Почти каждый день через 20 минут Просыпаюсь с ощущением, что я выспалась Может быть Господь зовет на молитву Но я не знаю, какие молитвы читаются ночью Лежу, пока снова не засну И так почти каждый день Как-нибудь Какие ночи читаются? Утром, утренний, вечером, вечерний Мачу ночные читаются Ну вы встаньте, ночью Иисуса вы почитаете Самая простая и самая драгоценная молитва Призывается имя Божие В этом имени все Евангелие В этом имени вся суть В этом имени сам Христос Людмила, Германия Для чего Господь попускает отдаление от человека? Оставь всех и иди за мной Что это означает для нашего времени? В этом по-разному Вот это, понимаете, каждая ситуация в ситуации Иногда в отношениях между людьми бывает восторг А бывает охлаждение Не нужно это воспринимать как то, что вот Господь вас Вас призывает и все вам мешают Остается ответственность в отношениях с этим человеком Ответственность, в которой вчера был восторг А сегодня вдруг ваше охлаждение Вы его можете ранить, обидеть очень сильно, расстроить Как бы мы хорошо, если бы вы умели серединку хорошую держать Ровно и вежливо со всеми Ольга, как относиться к людям, которые все целы надеются только на свои силы И разговоры о Божьем попечении и заботе о каждом человеке для них сказки? Ну для них это сказки Ну поймите, они это не пережили Не сердитесь и не навязывайте свое мнение Мнением можно поделиться Навязывать мнение нельзя Это и не нравственно, и во-вторых, это не имеет результата Когда ты навязываешь мнение, обычно бывает обратный результат Мнением можно поделиться, если вас спросили и готовы Ну или хотя бы не спросили, но когда вы ощущаете, что вас готовы слушать И пусть ваше мнение будет в какой-то мере, чтобы оно не задавило чужое мнение Как понять выражение На Бога надейся, а сам не плашай Есть понятие такое, богословская синергия Это не Бог спасает, не человек спасает А это сотворчество Сотворчество Божьей благодати, Божьего промысла И вашего ответа, и вашего усердия Ответа на этот промысел Божий Часто бездельники Надеются, что только Бог спасет, а они ничего не должны делать А гордые, наоборот, надеются только на свои силы И не предполагают помощь Божьей Сотворчество Мы должны отвечать с каким-то действием, каким-то усердием На промысел Божий Мы так показываем свое согласие на этот промысел Свое сочувствие к промыслу Божьему Артемий, Москва Каково ваше отношение к использованию русского языка на богослужении? Например, чтение апостола по ремей Сложный для восприятия на церковно-славянском Вот я сейчас вам объясню мое отношение Мое отношение практическое, которое из практики жизни Я вхожу в мудрость церкви не интеллектуально, а молитвенно Если я пытаюсь понять разумом Все тонкие моменты церкви Обязательно находятся те вопросы, которые ставят меня в тупик Или которые даже не понимаю Я не понимаю, вдруг может прийти помысл в искушении Если я не понимаю, значит здесь нет смысла Церковь настолько глубока в своей премудрости Что наш интеллект не может вместить Ну возьмите даже самую-самую главную сторону церкви Таинство церкви Церковь это не учение в первую очередь Учение церкви это во вторую очередь В первую очередь церковь это таинство А в чем смысл таинства? Вы никогда не задавались вопросом, почему таинство? Потому что мы стоим перед фактом бытия этого таинства Не способны в деталях понять его Мы принимаем его по факту бытия Мы причастились и с нами что-то произошло Как это происходит в деталях Во-первых, невозможно понять А во-вторых, может быть даже кощунственно пытаться понять То, что выше ваше Так вот, я пытаюсь существовать в церкви Не логически, а духовно, молитвенно А если вы подходите к церкви Как вот к кружку изучения Библии или Евангелия Вы постигнете Евангелие и Библию Вы эти книги постигнете в формате историческом, нравственном, вероучительном Но вы никогда не войдете в ту часть Евангелия, в мистическую Которая не понимается логикой А которая приходит в человека харизматически через откровение И чтобы войти в это состояние Нужно отвергнуться своего разума И жить немножко другой жизнью, в другом формате В формате молитвы, а не в формате размышления Многие православные всю жизнь ходят в храм И они все знают о Боге Но, к сожалению, не знают самого Бога Они знают все о Нем Но они не знают Его Поэтому Наша цель на богослужении Не все понять вот от А до Я Альфа-Омега В формате разума А наша цель на богослужении Войти в состояние молитвы А вообще-то, знаете, Евангелие можно изучать всю жизнь Конечно, лучше не интеллектуально, а через молитву И вам всю жизнь будет одна и та же книга Преподносить новые и новые уроки Открываться в таких оттенках, которые вы раньше просто проходили Вот самая главная точка, которая разнит нас с вами Вы пытаетесь понять через разум А я говорю, что это невозможно Мы можем понять только через дух Многие церковно-славянские слова Они имеют такие красивые духовные оттенки Но вот эти оттенки часто понимаются не мыслью, а впечатлением Настолько церковно-славянский язык глубок и богат И многие вещи мы в нем понимаем Не буквально вот логически, а впечатлением Иногда даже целые предложения в нас ходят через впечатление Импрессион Впечатление Поэтому Если вы пришли изучать Библию Но это можно и не на богослужение делать И на богослужение мы пришли не изучить богослужебные тексты Хотя В них большая глубина даже в формате логики Но в них еще большая глубина глубже логики В формате интуиции, в формате откровения Вот чем могу доказать Ну или объяснить то, что я сейчас вам говорю Десять человек прочитают Евангелие И на десять человек оно произведет совершенно разные впечатления И возьмем даже самые крайние вещи Для кого-то Евангелие перевернет всю жизнь А кто-то прочитав Закроет, отложит И больше никогда к нему не подойдет Один и тот же текст И я еще делаю сразу ремарку Они прочитают внимательно Но произведет впечатление разное То есть не во внимании Хотя внимание должно быть и нужно Но не там суть Вот между строк это происходит Господи Олеся Мне часто снятся бесы Пытаются пугать Стараюсь не обращать внимания Но неприятный осадок остается Почему так часто снятся? Откуда я знаю Почему они так часто снятся? Ну просто вы имейте это как факт Проживайте мудро Пусть вот знаете Меня с детства тоже пугали всякие страхи И вот слава Богу Теперь я как православный человек Я знаю что нужно Просто в эту же минуту Иметь практику молиться Человек не церковный Он всегда в момент страха кричит Мама А человек церковный Он Господи Иисусе Христе Пусть это у вас накатается Пусть это станет вашей второй натурой И тогда знаете У вас уже будет Как вот такая привычка Твердая Пришло что-то ужасное Вы сразу Иисусе, 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 Иисусе Все Денис Принято не подавать На проскомедию За живущих безбожно Вне церкви Хоть и крещенных Это понятно А вот за усопших Церковь принимает требы Вообще за всех Главное чтобы крещен был Ну кроме умерших Не своей смертью Батюшка скажите Есть ли в этом Какая польза для человека Который при жизни Слышал о Христе Но не захотел веровать И не получается ли это Как сейчас модно говорят Двойные стандарты За усопших Не церковных Молится А за живых Нет Подойдите к этому вопросу С любовью У вас тогда сразу Вот эти вопросы Такие официальные Какие-то О двух стандартах Какие-то такие Холодные Вот эти выражения Сразу идут Ну если вот Например Это ваш папа Или ваш ребенок Понятно Когда я Посторонний человек И вы так легко Рассуждаете Об этих вопросах А если это ваш ребенок Ну еще есть такое выражение Безумство любви Отключается Я сильно устаю А мама Совсем не помогает Но когда вы сами В разочаровании В надрыве Пусть даже объективно Но вам же самим плохо Ну права она Не права Но это как Пол беды А вторая часть беды Когда вы еще Вот свое плохое настроение Сюда добавляете Но располовите Хотя бы Эту Эту Проблему Пусть хотя бы Вот с ее стороны Да Объективно Есть Вещи Которые Несправедливые Жестокие Но вы Со своей стороны Хотя бы Ну вот Пусть это будет Наполовину Вы хотя бы Не усугубляйте Это Покройте любовью Вам сразу Наполовину Станет легче Мария Если нет сил Терпеть Зло Со стороны Человека Не лучше Лучше ли Отойти В сторону Добро Делать В ответ На зло Получается Но это Стало Еще Больше Зло Вызывать Ну Отойдите Да и все Пусть хотя бы Так Ну Только Уходите Не хлопнув В дверь Дверь Тихон За собой Прикройте И уйдите Ой В 90-е годы Одной женщине Ее духовник Благословил Молиться Иисусовой молитвой Она молилась Целыми днями Беспрестанно Сначала Была радостна И летала Как на крыльях Потом Вдруг Не смогла Молиться Совсем Потом Навалилось Жуткое Уныние И она Покончила С собой Почему Такое Произошло И как Этого Батюшка Избежать Слушайте Ну я же не знаю Эту женщину Совершенно Не знаю Ее Историю Ну С моей Стороны Мне кажется Было бы Ну если мягко Сказать Безответственно Ну а пожестче Глупо Вот сейчас Прям дать ответ На этот вопрос Ну Разные Люди Ну вот Вы Откройте Лекарство Пентальгин Обезболивающий И Раскройте Аннотацию И там В аннотации Обязательно Будет Побочные Последствия Там Возможные Обострения Но Тысячи Людей Пентальгин Обезболит А Тысячи Первому Вызовет Какую-то Реакцию И он Даже может Умрет Но это Не значит Что это Как бы Это исключение Это не норма Вот я Не знаю Ситуацию Этой женщины Но я Вот однозначно Могу сказать Что нельзя Вот этот Частный Случай Сейчас Взять И как бы На него На нем Основываясь Сказать Что Иисус Молитва Опасна Ну Жить Вообще Опасно От этого Умирают Нужно Всегда Посмотреть Вот Взвесить За и Против Тысячу И Один Или Десять Тысяч И Один Елена Из Лавки Боюсь Обсчитать Кого-нибудь И ответственность Чувствую Батюшка Люди Разные Бывают Очень тяжелые Им хочется Поговорить Стараюсь Не вступать В диалоги Это Неправильно Правильно Правильно Отвращайте Коротко Лаконично Иначе К вам Какой-нибудь Душевно Больной Разок Зайдет И потом Вам Конец Работы Он будет С утра Приходить И вечером Уходить Тут Надо Чувствовать Нерву И Не молчать Напущенное Не обижая Человека И в то же Время Отвечайте Коротко Вежливо Батюшка Иногда В жизни Бывают Такие Моменты Когда Ты знаешь Что Это Уже Было Как будто Все Повторяется Слова Движения Хотя По логике Ты проживаешь Это Впервые Вы не знаете Что это Такое Слава Богу Не знаю А то Сейчас Как начал Ломать Голову Над Каждой Деталью Жизни Она У меня Сломалась И Следующей Беседы Не Было Ну Не пытайтесь Все В жизни Понять Вот Вы Это Горе От ума Называется Когда Ваш ум Пытается Ну Каждую Деталь Вычленить Дать Дать Ей Оценку Ну Ну Какие-то Вещи Просто Проживайте Легко Ну Это Есть Но Это Мы Не Понимаем Ну Дальше Пошли А то Нужно Идти Дальше А вы Остановились И Застопорились Все У вас Стопор Нужно Жить 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 Постоянно Духов Что Как Готовиться Детям К причастию Девяти Лет От Тринадцати До Шестнадцати Старшие Ноют Ноют Не хотят Все Правила Выполняют Я думаю Ни в коем Случае Нельзя Вот Жить Шаблонами Вот Это Хуже Всего Каждая Семья Индивидуальная Каждый Ребенок Индивидуальный И Вы Как Родители Лучше Чувствуете Вашего Ребенка Чем Я Вот Сейчас Сидя С вами На Таком Расстоянии Не Зная Ваших Детей Вашей Семьи Ваших Условий Сейчас Я буду Шаблонно Давать Советы Старайтесь Всегда Делать Не ради Самого Дела А ради Результата Ну Надорвали Вы сегодня Ребенка Он Согласился А уже Через год Через два Он пришел В тот возраст Когда он Уже себе Позволил Сказать Да Не Буду И Вы Ничего Не Сможете Сделать Не То Что Три Канона Не Будет Читать В Церковь Не Пойдет Еще Не Дай Бог Крестик Снимет Всегда Работайте Ради Ради Результата А Не Ради 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 Результата Ищите Результат Пусть Этот Результат Будет Малый Но Лишь Б Он Б Б Чем Сегодня Огромный Результат А Завтра Вообще Ничего Просите У Бога Мудрости Чтобы Чувствовать Каждую Минуту И Каждую Ситуацию И Чтобы Действовать Мудро И С Любовь Дети Рождаются Унаследовав От своих Родителей Особенно Мамы Хорошее И Плохое Если Мама Нося Дитя В очевиде Обижалась Раздражалась Была Нетерпеливой И так Далее Тем Самым Передав Детям Плохое Видя Детей И Все Это В них Понимаешь Что Это Только Твоя Вина Но Время Уже Ушло Что Можно Сделать Сейчас Перестаньте Жить Перестаньте Жить Вчерашним Днем Вот Мы Часто Живем Постоянно Заламываем Руки Кусаем Гулаки Вот Живя Вчерашним Днем Вчерашний Уже Ушел И Вы Сегодня Живя Вчерашним Днем Или Завтрашним Теряете Вот Эту Минуту Эту Секунду Кто-то Постоянно Погружен Вот В эти Проблемы Отчаяния Как же Сколько же Я ошибок Наделал Вчера Да Вчера Уже Ушло Кто-то Наоборот Постоянно Живет Что Будет Завтра Что Будет Через Год Сегодня Мы Теряем Живите Здесь И Сейчас Действуйте Именно Сейчас Все Уже Это Прошло Но что Вы об этом Рассуждаете Этого Уже Нет У вас Есть Последствия Этого Греха Последствия Нужно Исправлять Сейчас Вчера Уже Нет Дар Напрасный Дар Случайной Жизнь Зачем-то Мне Дана Когда Посещает Такое Настроение Как У Пушкина Читайте Филарета Дроздова Ответил Моя Бабушка Читая Отче Наш Говорила Вместо Не введи На свое Искушение Не допусти Ввести На свое Искушение Как правильно Есть ли Разница Наталья Изгая Изгая Ну как правильно В Евангелии Посмотрите Там написано Как правильно А то что бабушка Так делала По простоте Делала Я думаю Никакой Катастрофы Не произошло Все Плачутся Нет Как молиться О даровании Духовника Господи Дай мне Духовника Да Дай ей Духовника Успели Записать В каком Милосердии Сейчас Нуждаются Люди Из вашего Опыта Я думаю Я думаю Становится Становится Все хуже Любовь Как лучше Как лучше Получилось Как всегда Результат Хуже 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 Жестокость Из мира Вот выпусти Так красиво Так красиво Скорбью Испытывается Настоящая Любовь В благоденствии Настоящую Любовь Нельзя понять Любовь Это или нет Или это Просто Влюбленность Восторг Только Скорбью Испытывается Любовь Только Искушение Поэтому Поживите А дольше Пройдите Вместе Какие-то Искушения Батюшка А в каком Возрасте Молодому Человеку Стоит Задумываться О создании Семьи Я позавчера Слышал Как Шестилетний Мальчик Говорил У меня будет Две девочки И один Мальчик И что Ему сказать Еще не Возраст Да я не знаю Опять же Но как Можно ставить Сроки Какие-то Вот Все Тебе Испомнилось Шестнадцать Давай Начинай Думать Ну это Происходит Наверное Ну через Всю жизнь Происходит Девочка Уже Куклу За собой Тащит Уже Вот Нянька Это ее Переподгузники Ей Меняет Это в ней Уже Есть Это От Бога Заложено От природы Как ей Можно сказать Слушай Я тебе Куклу Куклу Шестнадцать Опоздаете Это Как бы Может быть Это не надо Усугублять Как-то Обострять Но это Проходит Через Всю Жизнь Еще что Как мужчине Бросит Пить Ой Господи Помоги Я не знаю Такого рецепта Вот просто Однозначно Я знаю Что Карабкайтесь До последнего Потому что Не только Вы погибаете Вы такой Крест Ложите На семью На близких На тех Кто вас любит Вот через Это пьянство Цепляйтесь Карабкайтесь Чего угодно Делайте Только Только пытайтесь Бросить Не отчаивайтесь Страшное Дело Страшное Потому что Вот в этот Грех Пьянства Входят все Другие Грехи И блуд И убийств Ну что Хочешь Что Трезвый Не сделает Пьяный Сделай Если Хочется Какой-то Строгости К себе Особенно Когда Нагрешишь Себя Как-то Утеснять Например Вечером Пить Только Чай И тому Подобное Надо У духовника Брать Благословение Ну вот смотрите Если у вас есть Духовник Если у вас есть Отношения Ну как бы Это же Ну дело Одной секунды Другое дело Если вы ему Начнете Там Полчаса Мозг выносить Конечно Ему будет Тяжело А вот Если вы Научитесь Таким Лаконичным Отношениям С духовником Да Да Нет Нет Коротко Спросила Получила Короткий Ответ И тут же Его услышала И Или Исполнила Или Ну а Обычно Бывает Такая Жвачка Вот Знаете Вам Иногда В очереди На исповеди Утомительно Когда Остается 50 человек А представляете Как там Утомительно Когда Подходит Одно И то Ж Одно И то Ж Одно И то Ж И иногда Уже Минут Десять Его Слушаешь И потом Хочется Спросить Стой В чем Суть Дела Ты скажи Двумя Словами Сейчас Я вам Всю Жизнь Расскажу Да Не надо Мне Всю Жизнь Но Ты Вот Скажи Суть Дела Саму Я тебе Дам Короткий Ответ Если Тебе Он Устраивает Но Если Он Тебя Короткий Не Устраивает Мои Длинные Разговоры С Тобой Ничего Не Дадут Это Будет Бесконечно 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 Говорите Коротко И Слушайте Коротко Что Значит Строки Научения Оправданием Твоим А Не знаю Я сейчас Не думал На эту Тему Не хочу На вскидку Как понять Батюшка Монашество Или Замужество Испытывайте Испытывайте Себя Вот Даже если Если Какой-то Духовник Вот придете И он Сразу Вам скажет Вот То Или Другое Да Действительно В истории Церкви Были Люди Просвещенные Духом Святым Которые Находились В духе В разуме Господа И они Знали Суть Вещей Но Такие Люди Очень Редки Это Очень Редко Бывает Чаще Всего Люди Очень Осторожно Если Духовник Трезвый Он Осторожно Будет Давать Советы Он Скажет Проверь Времени Помолись Вот Это Здоровый Ответ Арсений И на Кого Бог Говорит Возрю Тот Монокроткого И молчаливого И трепешущего Словес Моих Как Это Понимать Как Так Можно Изменить Себя Человеком Это Невозможно Богу Возможно Все Нельзя Себя Изменить Психологически Ну Вернее Можно Но Это Будет Театр Это Будет Иллюзия Которая Будет В критических Моментах Жизни Рушиться А Настоящее Глубокое Истинное Изменение Оно Происходит Благодатью Духа Святаго Да Вашим Участием Вашим Сочувствием Вашим Желанием Но Только Благодатью Духа Святаго Возможно Перерождение Нового Человека Духовная Жизнь Должна Быть Стабильная Всю Жизнь Не Сорок Дней Читать Акапи Не Год Всю Жизнь Всю Жизнь Вести Духовную Жизнь Обретя Христа Христа В сердце Отношения С детьми Выстроятся Неким Удивительно Правильным Образом О которых Мы даже И подумать Не могли Скажите Отец Сергий На практике Так ли Это Ой Но вы Сначала Обретите Христа В сердце Че Говорить Об этом Просто Просто Так Стремитесь Всю Жизнь В Вашу Меру В меру Вашего Обретения Будет И мера Вашего Изменения Но Вот так Однозначно Сказать Что у меня Христос В сердце Это Настолько Ответственно У батюшки Серафима Был Христос В сердце У нас Приедете В Грузию Еще раз Да С большим Уважением Из Грузии Приедем Сегодня Не могу У меня Вечером Кирпичи Подымать Если У нас Скорой Вес Нес Нес Все, съездили в Грузию, слетали. Все кончились вопросы? Ну, что-то, девчат, слабоватого сегодня. Привет их, ну ладно. Достойно есть этого истинно. Блажите тебя, Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего. Честнейшую те руки И славнейшую без сравнения сидахи. Блаженшую без сравнения сидахи. Честнейшую без сравнения сидахи. Мы приветы же не передали. Матушка Елизавета, тебе привет от нас, от всех. Мы тебя очень любим. Матушка Вера, мы тебя очень любим. Привет тебе. Теперь вы обе с приветом. Отец Виктор, отец Арсений, кто там еще у нас есть. А, у нас Матушка Валентина еще лечится. Матушка Валентина, благословение, идите и выздоравливает. Владимир Владимировичу Путину привет. Мы очень любим вас, уважаем. Дай Бог вам здоровья, крепости, сил. Да, Ингис Алексеевна, привет. Ну и всем, всем, всем. Мир всем. Богу нашему славу всегда. Присвечения.